Ирландские дата-центры помогут сохранить биоразнообразие с помощью пчел. По словам представителей ЦОД Мишель Уоллес, специальная инициатива DCS4Biz позволит операторам дата-центров внести вклад в восстановление экосистем и сохранение биоразнообразия в стране. Разведение пчел на крыше Центра обработки данных уже практикуют в Австрии, но там проект не ставит перед собой чересчур амбициозных целей, скорее помогает утилизировать избыточное тепло. В свою очередь в Ирландии к разведению пчел подошли довольно серьезно. Один из важных индикаторов здоровья экосистемы. По словам представителей компаний, популяция пчел в стране сокращается, и создание благоприятной среды обитания для насекомых-опылителей окажет воздействие на биоразнообразие вообще, поскольку 70% культур зависит от опыления. В рамках инициативы DCS4Biz предусмотрен многоэтапный подход к восстановлению окружающей среды. Уже высажено 1200 садов в 32 округах Ирландии. Несмотря на благие намерения, в компании подчеркивают, что биоразнообразие и восстановление экосистемы остается довольно сложным процессом. Например, попытка посадить новые полевые цветы может привести к распространению нехарактерных для Ирландии болезней растений, и даже если семена будут здоровы, нет гарантии, что их высадят в нужном месте. Ведь для правильного воздействия на природу необходимо действовать очень сбалансированно. Продолжим. Инстаграм тестирует полноэкранную демонстрацию фото и видео в домашней ленте. Это позволит приложению стать более похожим на главного конкурента TikTok. Пользователи увидят вертикальные материалы немедленно после открытия приложения. Тестирование подтвердил глава социальной сети Адам Массери в видео, размещенном на его странице в Twitter. По его словам, более вытянутые фото и видео начнут появляться у некоторых пользователей, и судя по изображению смартфона на видео, в новых полноэкранных постах комментарии, лайки и другая информация размещаются поверх изображения, а снизу, а не снизу, как обычно. Хотя панель Stories не видна, в Мета сообщили, что к историям можно будет получать доступ из верхней части экрана. Поиск, Reels, покупки и собственный профиль пользователя все еще будут доступны благодаря кнопкам снизу экрана. Уведомления, сообщения и другие опции расположат в верхней части экрана. Нововведения Instagram были вполне ожидаемы, поскольку компания намерена всерьез конкурировать с TikTok и другими подобными сервисами. Социальная сеть активно продвигает короткие видео среди авторов контента и пользователей, выделяя средства на денежные премии ведущим авторам Reels, при этом не поощряют планирование видео из TikTok. Ну и напоследок новости крипторынка. Согласно данным веб-сайта NonFungible, продажи NFT на этой неделе упали в 12 раз. Количество активных кошельков на рынке сократилось до 14 тысяч, и хотя только в ноябре их насчитывали почти 120 тысяч. Многие пользователи обнаружили, что их NFT стоят значительно меньше, чем при покупке. Глава малайзийского блокчейн-сервиса Bridge Oracle Сина Эстави выставил на аукцион первый пост-твиттер, приобретенный им почти за 3 миллиона долларов, рассчитывая получить за него 48 миллионов, но покупатели предложили всего лишь 280 долларов. Эстави сохраняет оптимизм, отметив, что провал аукциона не был признаком ухудшения ситуации на рынке, а просто стал нормальным колебанием, которое может произойти на любой бирже. Он заявил, что рынок NFT все еще развивается, и невозможно предсказать, каким он будет через несколько лет. Другой пользователь приобрел NFT, курируемый рэпером Snoop Dogg, за 32 тысячи долларов в криптовалюте Ethereum, и недавно он выставил NFT на аукцион по цене 25,5 миллионов, но самая высокая ставка составила всего лишь 210 американских банкнот. Отсутствие интереса к покупке NFT на аукционах неудивительно. По данным Google Trends, интерес к NFT, измеряемый количеством поисковых запросов по этому термину, достиг пика в январе и с тех пор упал примерно на 80%. На рынке наблюдается дисбаланс между спросом и предложением, и согласно данным аналитической компании Chain Analyst, на каждого покупателя приходится около пяти NFT. Это были все актуальные новости IT-технологии. Подписывайтесь на Томикен Бизнес. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго!